Множество раз провозглашение Божественной правды наталкивалось на глухоту и слепоту людей, на нежелание слышать, на раздражительность, на озлобление и даже на ненависть. Вся история Церкви – это история свидетельства о Божьей правде, которая не ограничивалась словесным свидетельством и свидетельством жизни, но которая включала в себя и свидетельство смертью. Именно это свидетельство мы называем мученичеством. Наша Русская Православная Церковь принесла Богу такой дар этого свидетельства, каковым не может похвалиться ни один народ. Но мученики погибли потому, что не отказывались от Христа. Самим этим не отказом они свидетельствовали о Божьей правде. 20 век принес невиданные испытания Русской Православной Церкви. Их можно сравнить только с массовым истреблением христиан в первые века Рождества Христова. Богоборческая власть возымела небывалую мощь после устранения от престола государя-императора Николая II и страшного убийства всей императорской семьи в доме Ипатии. Был отнят удерживающий православный монарх, ответственный пред Богом за народ свой, защитник православного государства, православного воинства и православной церкви. Так начались годы Красного Террора. Пламенным исповедником в то время стал Патриарх Тихо. Расскажем лишь о более известных преступлениях большевиков. Они начались после принятия декрета об отделении церкви от государства. 25 января 1918 года в Киеве без суда и следствия был убит митрополит Владимир, старейший иерарх русской православной церкви. В феврале были расстреляны крестные ходы в Туле, Харькове, Воронеже, Шацке. В Юрьеве было зарублено 17 священников и епископов топорами. Пред этим им отрезали носы и уши. Епископ Тобольский и Сибирский Гермоген был утоплен в реке с камнем на шее, а вместе с ним и делегация верующих. Епископ Пермский и Соликамский Феофан. Прежде чем утопить его в Гамме, его многократно погружали в прорубь, привязав за волосы к шесту. Блаженный Алексей скончался в тюрьме города Кинишма после долгих путей. Священник Иоанн Котельников замерз в подвале Екатеринбургской тюрьмы, куда его посадили в разгар сибирской зимы. В Херсонской кубернии красноармейцы распяли трех священников на крестах. В селе тур привели батюшку к царским братам. Епископ Кинишинский Василий был арестован в 1923 году. Привождали 20 лет в тюрьме лагерии Иссыла. На нем были испытаны все возможные застенки НПВД пытки. Он скончался от подорванного здоровья в глухом сибирском селе, куда был очередной рассослан. Митрополит Крутицкий Петр, местоблюститель патриаршего престола после смерти патриарха Тихона. В 1920 году, еще будучи мирским человеком, сознательно вступает на мельчинческий путь, принимает монашество, священство и епископство. После 12 лет селеку тюрем, расстреля в Верхнеуральской тюрьме. 1 ноября 1918 года большевики выгоняют монахов из Троицы Сергиевой лавы. Начинается разорение монастырей, в которых устраиваются консулагеря. В одном из них, на Соловках, где домились тысячи представителей духовенства и верующих, попадет Иларион Троицкий, настоятель Сретенского монастыря в Москве, мужественно боролся с обновленцами, раскольниками церкви. Даже охранники, которые всячески издевались над архиереем и духовенством, называли их всякого рода внедельными кличками, там, опиум, элементы и прочее, никогда не дерзали именно ему, архиепископу Илариону, обращаться иначе, как владыка. Только за 1.22 год было расстреляно более 6 тысяч священников и монашествующих. Слова Ленина, чем больше представителей реакционного духовенства нам удастся расстрелять, тем лучше. Российская земля духовно нищала, потемнялась разумом. В 1937 году по распоряжению Сталина был разработан оперативный приказ о расстреле всех находящихся в тюрьмах и лагерях исповедников. Так появился на свет стрелковый полигон НКВД Бутово. Здесь, в Лухом лесу, расстреливали людей. Только за 1.37 год было уничтожено 20 750 человек. Длинные списки священников и монахин. Все они приняли мученическую кончину. Я сам узнал о том, что у меня дедушка здесь расстрелян. Именно во время этой панихиды, во время освящения креста. Мы знали уже о том, что дед пострадал. Он уже был священником. И когда я приехал домой после этого, я сказал родителям о том, что я нашел место, где расстрелян дед. Мой папа и мама, папа был после операции, тут же сказали, вези нас в Бутово. Здесь 10 декабря 1937 года был расстрелян последний настоятель Троицы Сергиевой Лавры Архимандрит Кранит. На следующий день митрополит Петроградский Серафим Чичегов. Этот снимок сделан незадолго до смерти митрополита Таганской тюрьмы. Каждый сантиметр в Бутово освящен мученической полу. И сейчас здесь стоит храм. Храм на крови. Мы приехали сюда, чтобы послужить панихиду у креста. Я подошел к первой кресту, и около креста стояла женщина, пожилая. Она стала мне объяснять и показывать документы о том, что у нее здесь на полигоне расстрелян муж. Супругу было тогда, если я не ошибаюсь, 29 лет, а ей было около 20 лет. И после панихиды эта раба Божия Татьяна подошла ко мне и как бы в благодарность за то, что мы отслужили панихиду, по ее супругу убиенному. Да вам не платок, простой женский платок со словами. Это вам на храм. Ну, я открыл рот сказать, что куда такой платок, в какой храм я этот платок отнесу. Но когда я ее посмотрел на ее глаза, я понял, что я не могу это сказать. А когда мы приехали вечером домой, то стало ясно, что здесь, на полигоне, необходимо срочно строить храм. И этот платок явился первой жертвой на строительство вот этого храма. А сейчас он хранится у нас в лотаре. Лишь на фоне этих репрессий можно представить себе всю силу православной веры в России, которая устояла в этих испытаниях, продлигшихся три четверти лет. Архиерейский собор Русской Православной Церкви в августе 2000 года про славу в сонне новомучеников и исповедных храмахистов посечет 154 человека, погибших за веру в Христа. Сбылось предсказание новомученика Серафима Чичегова, что гонения на церковь рано или поздно закончатся, и православие снова восторжествует. Многие пострадают за веру, говорил он. Это золото, что очищается в горниле страданий. После этого будет столько священноучеников, пострадавших за веру Христова, сколько не помнит вся история христианства. Таков непостижимый человеческому разуму Божий закон, церковь обновляется кровью мучеников. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok